Музыка Нашего субботника прошедшего, значит планы, которые были сформированы по субботнику, почти полностью выполнены. Почему почти? Потому что в части посадки деревьев, которые запланированы, план выполнен, так сказать, именно тот, который был утвержден. Сегодня еще, я вот, так сказать, общался с специалистами, еще уточняться будут какие-то... А? Да, значит, если уточненное есть, Игорь Петрович, скажите, пожалуйста, потому что у нас, чтобы не было, что называется, разрыва, мы запланировали один объем посадки деревьев, и Министерство природных ресурсов, так сказать, тоже получался полноту учета этого, если обеспечили, будьте любезны, доведите информацию. 26 числа, Вячеслав Викторович, у нас планировалось посадить на 218 участках, в том числе местах общего пользования, 5 тысяч 517 берез, которые мы выкапывали в лесничество Хомского района. Посажено 4 тысячи 260 берез из этого количества. То есть вмешался, значит, ураган, поэтому не все, кто смогли выйти, значит, мы еще 1300 берез, они у нас есть, получены по каждому адресу, мы их досадим в ближайшие дни, то есть сегодня-завтра. Всего же, с учетом того, что раздавались саженцы и Министерством природных ресурсов, высажено 26 числа 6 718 деревьев. То есть вот 6 718 деревьев, итоговый показатель на 26 число. А компенсационные посадки здесь учтены? Компенсационные посадки, это у нас по плану, места тоже у нас понятны, по каждому, значит, достройщику. 1600 деревьев, Вячеслав Викторович, они будут посажены в течение месячника. То есть они не в рамках субботника высаживаются, они в рамках месячника. То есть там еще работы ведутся. Спасибо, проинформировали, я об этом знаю. А сколько в этот субботник из них было посажено? Вопрос так, я полагал, звучал. Уточняется этот вопрос? Дельных данных нет, да? Когда окончательно уточним? Сегодня уточним, Вячеслав Викторович. Давайте сегодня окончательно уточним. Теперь далее, значит, вот по посадкам понятно, поэтому взаимномеченные планы нужно выполнить. Там, где не сумели из-за погодных условий все выполнить, значит, нужно доработать. Но в связи с тем, что мы на этот субботник планировали продолжить и уборку территорий, и вывоз собранного мусора, и так далее. Но учитывая, что ветер, ураганный ветер практически, нам работы добавил, не только по всей территории равным условием распределил неубранный мусор, он еще его и по деревьям развесил. Вот, поэтому задачу это вот корректировать, предметно отработать абсолютно со всеми структурами, со всеми собственниками, пройтись по территориям, указать, что нужно сделать. Вот, и, наверное, добавлять нужно день, назовем мы его средником или как-то, но, во всяком случае, до праздника нужно ситуацию эту исправить. Вот, это департаменту городского хозяйства, такая большая организационная работа. Понятно, что мы всякий раз не говорим о том, что округа здесь являются у нас основой, опорой и самыми главными организаторами и ответственными лицами. Вот, они в этой части тоже работают. Отдельное обращение к департаменту имущественных отношений. Во-первых, нужно сейчас обратить внимание на внешний вид, почему говорю на первый, потому что завтра такого же урагана не ожидается. Вот, поэтому пока нужно привести все в соответствие, чтобы мы не имели, так сказать, панорамы, так сказать, последствий бомбежки. Значит, каждый собственник, каждый владелец конструкции должны оперативно в течение двух суток привести все в порядок. Если они не восстановят и не будет там нового заполнения, то, во всяком случае, все, что разрушено, все должны убрать. Вот, а второе, значит, нужно самым тщательным образом проинспектировать, проинвентаризировать и проверить, вообще говоря, состоятельность этих конструкций, которые стоят на наших улицах. Очень много из них просто разрушено. Ветер в Омске, насколько я понимаю, Алексей Семенович, не превышал скорости 25 метров. Да? Местами было 28. Местами было 28, да. Ну, вот 25-28 метров. Ураган – это после 30-ти сильная опасность. То есть мы еще не достигли даже какой-то критической точки, но нам сильно повезло, что никто не пострадал от падения рекламных конструкций. Вот это вот очень и очень важно, потому что падение конструкции – это одно дело, физическое воздействие, значит, от этого нужно уберечь людей. А второе дело, у нас же есть конструкции, которые обеспечены электроэнергией, которые, как правило, тоже являются самым основным, так сказать, основной опасностью, которая приносит, так сказать, электротравмы. Вот. Поэтому департаментом отношений я сейчас не буду называть сроки, вы сами посмотрите, определитесь, но это отдельный план. Работать надо не ради того, чтобы поставить конструкцию и быстренько заработать, а работать надо таким образом, чтобы мы не принесли никому бед с теми рекламами, которые размещаем территорию города Омска. И вот в правила размещения рекламы, которые у нас разработаны, в этой части ввести такой тоже раздел, чтобы у нас была схема понятная, каким образом мы будем контролировать соответствие конструкции для установки в том или ином месте. И вот здесь тоже с населением очень активно сейчас проработать, потому что управляющие компании сегодня будут загружены и тем, что и кровли повреждены, и остекление в домах повреждено, вот, и территории, так сказать, вновь замусорены и так далее. То есть здесь нужно все проговорить, проработать, чтобы роль общественного самоуправления была, так сказать, определена роль организаторов в тесном контакте с департаментом городского хозяйства. Департамент городского хозяйства активно работает с управляющими компаниями. Вот что касается, так сказать, стихийных последствий. Значит, сегодня нужно посмотреть на все разрушения с точки зрения документального оформления. Что мы утратили в результате вот этого, этих сложных погодных условий. Конкретное обращение жителей по каждому случаю, или это будут юридические лица, или бюджетные ли учреждения. И конкретное оформление, значит, того разрушения, которое произошло, обоснование для восстановления, то есть конкретизация стоимости того или иного процесса восстановления, для того, чтобы мы могли понимать, каким образом нам быстро сосредоточить для этой цели ресурсы и быстро восстановить. Задача непростая. Мы не будем лишний раз упоминать о наших финансовых сложностях. Но, тем не менее, чем точнее будет расчет, тем быстрее мы справимся со всеми последствиями. Дополнение по данному поводу есть? Нет. Спасибо, кто был приглашен на первый вопрос, а все свободны. Спасибо, кто был приглашен на первый вопрос.